Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня важнейшее видео про железо. Смотрите это видео внимательно, целиком и перешлите потом ссылку на него своим друзьям и коллегам. Итак, первое, симптомы железодефицита. Следующее, если они у вас есть, у вас есть проблема с усвоением или достатком железа. Это хроническая усталость, забывчивость, постоянная раздражительность, деформация ногтей, специфические бугорки, а также ломкость ногтей. Отсутствие ростковых зон на ногтях, выпадение и или ломкость волос, изменение обоняния и вкуса, ранняя седина, заеда в уголках рта, сухость кожи, пигментные пятна, нарушение нервной системы, начиная от зябкости рук и ног до слабости головокружений. Если есть хотя бы два или тем более три из приведенных мною признаков, то у вас точно есть дефицит железа. А насколько важно железо для организма? Дело в том, что активное железо участвует и в процессе образования гемоглобина, способствует повышению ферритина и сывороточного железа в крови, обеспечивает стабильное и активное функционирование иммунной системы и метаболизма всего организма. Но дело тут еще вот в чем. Для усвоения железа необходим комплекс кофакторов, о которых я скажу чуть позже. И именно этот комплекс способствует запуску синтеза гемоглобина, а также поддерживает полноценную работу энергетической иммунной системы организма. Железо является важным компонентом миоглобина, белка, который обеспечивает запас кислорода в мышцах и участвует в их сокращении. Железо обеспечивает эффективный перенос кислорода к органам и тканям, защищая организм от негативных последствий гипоксии. Железо один из важнейших элементов для поддержания мозговой активности и улучшения концентрации внимания. Он участвует в производстве энергии в клетках через цикл Крепса. Кроме того, железо участвует в формировании и поддержании миелиновой оболочки, которая окружает нервные волокна и улучшает скорость и эффективность передачи нервных импульсов. Для этого в идеале, конечно, необходимо принимать железо совместно с витамином В12. Железо необходимо для синтеза нейротрансмиттеров, таких как дофамин, норадреналин и серотонин. Эти химические вещества играют огромную роль в регуляции настроения, внимания и общего нормального когнитивного функционирования всего организма. Железо является важнейшим минералом, необходимым для производства гемоглобина. Белка в красных кровяных тельцах и ретроцитах, который переносит кислород по всему организму к каждой нашей клетке. А также железо, и это мало кто знает, участвует в борьбе с инфекциями. Поддерживает здоровье кожи, волос, ногтей и является неотъемлемой частью многих ферментов и биохимических процессов в организме. Какие же ошибки допускают врачи и простые граждане? Дорогие друзья, я представляю вам новый свой канал на платформе Boosty и предлагаю вам на него подписаться. Вы можете перейти по ссылке под этим видео и прочесть, о чем там будет размещаться информация и уже размещается. Что люди покупают и почему это не работает, почему люди не решают проблему с дефицитом железа. Кстати, о дефиците железа, о реальном дефиците, который просто по анализам на железо не понять. Посмотрите видео о всех явных и скрытых причинах дефицита железа. Ссылку вот на это видео я оставлю вам под этим видео. Как я оставлю ссылку на уникальный препарат железо с кофакторами. Так вот, в чем ошибки? Обычно люди покупают и используют вот такие формы железа, как сульфат, фумарат, глюконат или цитрат железа. Но, внимание, эти соединения содержат элементарное железо, которое является основным активным компонентом. Но эти неактивные формы железа требуют трансформации в организме. А эта трансформация может быть нарушена от любых проблем с ЖКТ, от дефицитов, кофакторов и от других причин. И именно потому такие формы и, соответственно, препараты железа не усваиваются в организме и не работают, как должно, как люди того ждут. А люди говорят или думают, мол, а какая разница, написано железо, вот я пойду в аптеке и куплю. Нет, дорогие друзья, не работает это так. Нужна хоть какая-то элементарная медицинская бытовая грамотность. И вот мои ролики как раз помогают каждому человеку понять, что, как, зачем и почему. Итак, такие формы бесполезны. И еще один момент. Монопродукты без комплексов синергистов, то есть кофакторов, для лучшего синтеза гемоглобина, также бесполезны. Мои старые зрители, конечно, помнят, а новые, послушайте, у нас уже было в продаже липосомальное железо. Но вот только что вышел новый уникальный продукт. Вот этот. Данный препарат сверхэффективен в борьбе даже с самой тяжелой железнодефицитной анемии за счет включения в определенной пропорции хилатной меди в виде безглицината, эльгистидина, а это важнейшая аминокислота для усвоения железа, и витамина С. Но, внимание, я акцент сделаю про витамин С в составе данного комплекса. Из данного препарата, комплекса, недостаточно витамина С для суточной потребности его в организме. Почему оно туда включено? Потому что оно просто необходимо в мизерном количестве для лучшего усвоения железа из данного препарата. А вот витамин С уже в высоких правильных концентрациях, обеспечивающих суточную потребность в липосомальной форме, у нас тоже есть отдельным препаратом. И я ссылку на него вам тоже под этим видео оставлю. Итак, я предлагаю вам новую капсульную форму, удобную в приеме, именно комплекса железа со всеми нужными кофакторами для его идеального и гарантированного усвоения. А сама липосомальная форма донесения данного комплекса позволяет более эффективно доставить железо, медь, витамин С в организм каждой клетке. А липосомы, кто еще не знает, то есть фосфолипидные оболочки, помогают защитить эти и вообще любые действующие вещества, которые в них встроены от воздействия желудочного сока, разных ферментов. И это позволяет им достичь в неизменном виде кишечника, далее крови и через нее всех тканей организма, что способствует лучшему усвоению их клетками. Ну а фосфолипидные оболочки идут потом на построение наших собственных клеточных мембран. Я рекомендую вам принимать и этот препарат железо с витаминами В12 плюс В9, это отдельный препарат, и с магнием, это тоже отдельный препарат. Все эти три препарата в идеале применять совместно, одновременно. На все эти три препарата я оставлю вам ссылки прямо под этим видео. Что же касается дозировки, она проста, одна капсула, один раз в день, во время еды, как принимать детям, в зависимости от возраста, сказано подробно. По ссылке перейдете под этим видео на препарат, новый комплекс железа, и соответственно там прочтете, там все подробно расписано. Более того, в описании под препаратом будет ссылка, по ней если вы перейдете, то откроется большая красочная презентация, вы можете ее подробнее изучить. Там и про все исследования, и прочая необходимая, ну для кого-то информация. Итак, приобрести данный препарат, комплекс железа, а также другие любые липосомальные препараты, и другие различные продукты и товары, необходимые для здоровья и долголетия, вы можете на нашем сайте nadgar.ru. Или перейдя по ссылкам под этим видео, которое вы сейчас еще, я надеюсь, смотрите. Знаете, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира, от Грузии и Казахстана до США и Германии. Ну и конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч!